Как говорится, у стен тоже есть уши, поэтому когда некоторые девочки услышали о том, что у меня все-таки есть слабые места, у них можно выдавить, я говорила о том, что никогда не трогайте меня, ну по поводу моей какой-то личной жизни, вот есть я, обсуждайте меня, какая плохая, какая нехорошая, какая красивая, некрасивая, там вредная, непослушная, обсуждайте это, зачем вам мои родители, зачем вам моя мама, зачем там еще какая-то жизнь, которая осталась вне проекта, я вообще не понимаю, зачем это выносить, это все общее обозрение, как можно дольше я вот это все держала в коконе и всех предупреждала, не лезьте, пожалуйста, вам, мои родители, как они меня воспитывают, не воспитывают, вы можете это осуждать, обсуждать, но не обсуждать моих родителей. Конкретно, да, как личности. Хорошие они, плохие они, будет им стыдно, не стыдно. И в какой-то мельнике сыграло. Вопрос такой, как относитесь к тому, что среди девушек был крот? Считаете ли правильным доносить на остальных участниц проекта? И если бы случайно узнали, что Ксения доносится, так сказать, какой была бы ваша реакция? Вы знаете, мы с Ксенией, как и скандали, так и очень замечательно общались. Были моменты, когда тоже перед сном, в спокойной ночи, а вот у меня такой был день, ничего, Суня, переживу, все нормально, ты не волнуйся. Играла она, конечно, замечательно, потому что практически все девчонки думали, что она подружка, что она борется за сердце холостяка, и что она пришла сюда только за Иракли. А пришла она, как все видели, совсем по другой причине. Но когда узнали, меня в принципе это даже не задело, потому что я понимаю, что... Ну, а что, если мужчине интересно, да, полоскаться в грязном белье девочек, да, как мы, я уже говорила, даже было в эфире, что зачем мужчине знать, как мы тут входим с ума? Ну, для чего? То есть и мужчина должен быть готов к любой женщине. А на сегодня она может скандалить, завтра она может быть хорошей, послезавтра там плаксива, еще через день в истерике биться. То есть и я думаю, что внедрив в наш коллектив вот такую, как Ксения, это было неправильно, потому что, во-первых, она женщина. Личная неприязнь у женщины к женщине и, может быть, какие-то, какая-то зависть друг к другу, да, или я бы хотела, или не хотела бы общаться. То есть и какой-то... Мы просто разные с ней. Вот и все. И то, что она расскажет обо мне в не лучшем свете, это я понимала, и я уже говорила, что мне абсолютно все равно. Если человек хочет меня увидеть и рассмотреть, он увидит и рассмотрит. Он будет слушать Ксению и еще кого-то. И у меня складывается впечатление, что всю жизнь, если Иракли будет находить какую-то женщину, он будет всю жизнь у кого-то спрашивать. У друга, как она тебе, хорошая, да, нехорошая, все, к мне не подходишь. У подружки, симпатичная, а, нет, не симпатичная, все, к мне тоже не подходишь. И вот всю жизнь, понимаете, он будет у кого-то спрашивать о своем личном мире. Я так понимаю, что в любом случае рассказано о драке с уст Ксении было не так, как было на самом деле. Ну, и зрители видели, как было на самом деле. Но Вы же видели, как она рассказала о драке? Ну, конечно, что я вообще тиран, не все меня боялись. Я одна единственная, кто взял топор. Ну, девочки, извините, мы идем в лес. И что все меня боялись, все жутко плакали, сходили с ума. Повторюсь еще раз, говорила это в четвертом выпуске, о том, что всю жизнь над тобой будет кто-то, кого ты будешь бояться. Это очень плохо. Потому что нужно иметь свое мнение, а не под мнением чужих людей или девочек рассказывать абсолютно по-другому. То есть я считаю, что Ксения — это не очень удачный эксперимент. Ива пишет, вы просто изумительная девушка, не хочу задавать вопросов, просто хочу сказать, что восхищаюсь вами. Хочу пожелать вам счастья и успехов в вашей жизни. Спасибо большое, очень приятно. От Ирины вопрос, который недавно пришел. Катя, в самом начале свидания, на свидании на джипах, вы говорили холостяку, что хотите почувствовать себя слабой. Почему же не позволили себе быть слабой в проекте? Вы же так и остались в бойбабой, особенно во время свидания со съемкой. И даже гордились тем, что девочки вас боятся. Может, стоило включить дзен, как это делает та же Снежана? Таких, как Снежана, много и одна. Поэтому не было, как расслабиться, не было такой возможности. То есть свидание на тех же джипах. Но я попала в ситуацию, где застрял автомобиль. Ну, сколько я могла там просидеть? Час, два, десять. А если бы они не вернулись? Ну, то есть всегда находится какой-то «а если бы». И сидеть, ждать внизу и думать о том, что происходит наверху, это вообще не моя история. Поэтому если можно это сделать своими руками побыстрее и справиться с этой задачей, почему бы нет? Говорю, по жизни очень много сложностей. Сегодня машина застряла, завтра еще что-то. Ну, то есть не только быт, а и психологические какие-то ситуации, которые нужно переступать. С этим нужно справляться. И не важно, женщина ты или мужчина. Ясное дело, конечно, толкать мужчину – это не женское дело. Но представьте, что вы с мужем поехали куда-то, застряли. И сложилась такая ситуация, что нужно толкнуть. Вот у меня сложилась такая ситуация. Мне нужно было толкнуть, но некому это было сделать. Ну, что же мне теперь? Нужно было сидеть, битый час в этом поле, ветер, солнце. Я понимала, что нужно решать этот вопрос. Слава Богу, Лера мне помогла в этом. Мы выкарабкались, все замечательно. А по поводу, что дать какую-то слабинку, ну, не было как. Но на самом деле были такие условия, где хотелось просто вот так, чтобы была стена. Ну, не лезьте мне в душу. Ну, что же, каждый придет и своей ложкой ковырнет, попробует и вынесет какой-то вердикт. Зачем тебе в уме ковыряться? Ну, ты же пришла строить отношения с Ираком. Ну, строят. Мне кажется, что все девочки, они прям зациклились на мне. А вот какая она? Какая она на самом деле? А почему она так себя ведет? Каждый был моим личным психологом. Зачем она? Мне очень было неинтересно. Что ты делаешь? Как ты себя ведешь? Почему у тебя такая манера общения? Ну, так тебе нравится, так тебе комфортно. Так ты себя придумала. Ради Бога. Еще продолжение вопроса. Катя, насколько ваш сильный, порой диспотечный характер мешает вам в жизни? Как показывает практика, современный мужик стал мельчать. И найти мужчину сильнее себя, ну, очень сложно. Ну, я вам скажу так. Ну, это же не значит, что я по жизни, ну, прям вот и все. Хожу с топором каждый день. Да, каждый день хожу с топором. Понятное дело, что и хитрость есть во мне, и где-то глушу я свой темперамент. И как-то нужно, да, тоже все равно с мужчиной быть и помягче, где-то нежнее. Ну, со своим мужчиной, со своим. И для того, как мне вот говорят, ну, для того, чтобы тебя вот, да, узнали какая-то, нужно же изначально себя проявить. Нет, я всегда говорю о том, пусть лучше увидит плохую сторону, а потом я покажу хорошую. Потому что если показать хорошую, а потом увидит плохую, будет все же говорить, а изначально ты была не такая. Пусть лучше думает, что он меня изменил. То есть это тоже такая, ну, вне породы хитрости. Пусть думает, что вот я с ним такая стала мягкая, добрая, хорошая. От Александра вопрос, были ли вы замужем, если да, то почему расстались? Вот, ну, Александр что-то значил, ну, не знаю. У Александра может быть ко мне предложение, что я не вышла замужем. Кстати, о предложении. Очень, очень часто я слышу вопросы, почему же такая, вот такая, там, не замужем, не красивая, не хорошая. До определенного момента не встретился бы этот мужчина, за которого бы я могла уйти замуж. Ну, а как будет дальше, посмотрим. Ну, как показывает опять же практика, опять с удома холостяка, многие девушки после участия в проекте находятся в этой половинке. И большее внимание со стороны мужчин после того, как выходят эфиры. В вашей жизни что-то изменилось после выхода холостяка? В принципе, у меня и так, в кругу моего общения, и знакомых очень много, и друзья, и на работе, и всюду меня окружают мужчины. То есть, мужским вниманием я не обделена, и у меня достаточно много хватает. Но с выходом проекта, я могу сказать, что больше внимания осталось женской стороны. И не знаю почему. Куда бы я ни пришла, везде, ой, это же вы, да, ну вы такая хорошая. Я говорю, девочки, вы все наоборот твердят, что я нехорошая. Вы говорите, что, о нет, мне очень нравится, вы знаете, вот я такая же. Ну вот я такая же. И приятно слышать то, что ты не одна в этом мире, да, что есть еще какие-то люди, которые похожи на тебя, или хотели бы быть похожи на тебя. Это замечательно. Ну а мужчина на свидание приглашает. Вы, кстати, говорили, что у вас парень. Да, мужчина один, и мужчина один приглашает на свидание. Вы познакомились после уже? После проекта, да. Вот за что очень, наверное, благодарна проекту, это за то, что проект дает очень хороший, воспитывает в тебе очень хороший стержень, да. То есть ты понимаешь, что да, я с этим справилась, все, мне вообще, мне все по плечу, я могу любое дело. Машина толкала, дралась, значит, 24 девочки, 24 девочки выдержала, да, их негатив, взгляды какие-то кривые, поэтому. А как он отнесся к тому, что вы были на подобном проекте? Очень забыли, не знала, и произошло это так, что узнал чисто случайно, мы даже немножко поругались, и было так, что он увидел предыдущий проект, было повторение, через там 3 года, он там был царствую любовь, ну да, конечно, ну да, там, я даже по телевизору показываю. Я говорю, ты представляешь, что будет, когда выйдет холостяк, и такая, ой, потому что практически никто не знал, я никому не рассказывала. И, говорит, а, ну конечно, ну все, в жутком страхе, когда я ехала на пушо, ну все, звездная болезнь, звездная болезнь, все, ты звезда теперь, ну куда там уедешь, ну ты едешь. Ну ничего, слава богу, мы с этим справились, я пережила, и могу со ста процентов дать все сто, что я никакой звездной болезни, я не считаю себя выше или лучше, обыкновенная. Ну вот смотрела эпизоды, такая реакция его была. Молодец, молодец, я тобой горжусь. Я говорю, ну можно же было сделать как-то по-другому, как-то, что ты нет, по-другому, вот за это я тебя люблю, вот за это я тебя люблю, чтобы ты такая, другой такой нет. И, ну, на самом деле, это колоссальные слова, которые настолько в душе тебе приятно, просто хочется жить дальше, но я не слышу такие слова. Ну, вы можете сказать, что он сильнее вас, как мужчина, которого вы искали? Ну, если он говорит, что, ну, драку, ну, что, ну, ничего страшного, значит, да. Подошли к теме самого-то холостяка, Иракли, расскажите об ощущениях, какие они были, когда вы увидели его впервые, соответствует ли он типажу мужчин, который вам нравится? Ну, на самом деле, я не люблю миловидных мужчин, да, вот для ресницы, красивые головы, четкие черты лица, но он достаточно такой харизматичный, внешность у него очень приятная, спортивное телосложение, ну, у их мужчины придраться не к чему, по большому счету, но немножко не мое. Когда я увидела первый раз, до этого, я всегда говорила, девочки, я уверена, что будет не русский, ну, уверена, говорю, либо армянин, либо грузин, говорю, сто процентов, и все ходили. Абдалла, откуда ты знаешь, откуда ты, наверное, говорю, слушайте, ну, я постоянно шутила, есть фильмы «Мимино», и я говорила, что ну, сто процентов какой-то будет «Мимино», говорю, это факт просто. И когда я подхожу, я на такой Иракли, и я захожу, говорю, ну, грузины все дали, я иду на битву экстрасенсу, я знала. Ну, а потом как-то вот я увидела, что вот немножко там не так, вот тут немножечко, вот, да, ну, не мое, не мое, не мое. Я ему говорила о том, что я хочу, ну, в принципе, да, бывает облик, который тебе не подходит, но когда мужчина проявляет заботу, ухаживает за тобой, ты начинаешь пересматривать это с другой стороны и думаешь, вроде ничего такое, ну, да, можно бы было. И вот когда был момент с тем, что на свидание я ударилась, и мне нужен был доктор, и в лес он прислал доктора, я просто пересмотрела и поняла, что человек умеет заботиться. Ну, может быть, не все так плохо, и вот я же хотела эту заботу, я хотела получить это тепло, что вот я кому-то нужна, что кто-то переживает за меня. Я это получила, я немножечко, как бы, все хотела уходить, уходить, и тут понимаю, мне, наверное, нужно остаться, посмотреть. Осталась, посмотрела, еще есть это Ксюша, господи, вот зачем оно ему надо было, что же ему не видно, зачем ему, о чем девочки говорят, там, ночью в одеяле, да, допустим, о чем они сплетничают. И вот, и задай вопрос, да, крианту спроси, а почему вот так, почему вот так, и думаю, что видно, когда человек врет, он это мог сам все решить и разобраться. Я поняла, что у меня такие проверки, эти палатки, эти Ксюши, это мне настроило. Но были ли какие-то черты характера в Иракли, которые вас раздражали? Или нравились? Ну, плюсы-минусы, может быть? Я могу сказать, что раздражали, потому что у меня не было прям такого близкого контакта, и я не могу сказать, что я узнала этого мужчину, вот уже на таком этапе, чтобы я могла сказать, или раздражает, или вот я бы хотела, чтобы в моем мужчине были такие качества. Я могу сказать так, некоторое поведение не нравилось, некоторые не нравилось. Ну, так вот, не могу дать характеристику мужчине, что да, конкретно вот это мне не нравится. Понятно, что у нас эти короткие свидания, и как вот было у нас с джипами, они уехали, и буквально пять минут мы там прокатились с ним, поговорили о том, о сём, немножко он о себе. И, ну, что меня больше всего, вот, наверное, что мне не нравится, он очень много задают вопросов. Вот это такая политика, я хочу знать всё, а обо мне ты узнаешь немножко позже. Вот это мне не очень нравится. Как считаете, какая девушка на подходит, какой она должна быть? Что может оставить, может быть, пару слов о победительнице, вот, наверное, та, знаете, кто выиграл проект? Ну, я все карты открою не буду, и, в принципе, какая девушка мне подходит со стороны, опять-таки, я не могу судить, потому что очень мало его знает. Но, скорее всего, характер должен быть не такой, как у меня, то есть это должна быть мягкая, чувствительная, послушная, которая, там, в любой момент волнует воду, нужно так нужно, и только за ним. Ну, вот, наверное, какая-то такая. А та, которую он выбрал, подходит ему? Не знаю, ты ему решаешь, подходит ему или нет. Ещё такой вопрос, не кажется ли вам странным, по-моему, он единственный холостяк, который убрал всех участниц, которые старше его. Он убрал девушек, которым, допустим, 30 и немного за 30. Может быть, это была несколько его ошибка, так как 18-20 лет, о чём с ним говорить? Они-то ещё дети, по сути, девчинки. Ну, несмотря на то, что Ираклик 30 лет, он ещё такой, ему ещё побаловаться, подурачиться, похихикать. Он и сам, по сути, ещё ребят. Ещё такой, я даже сказала бы, ещё конкретно до конца юношеский максимум не перерос, наверное. Ну, это хорошо, да, 35-летними, 40-летними мы успеем быть всегда. А вот ещё кусочек детства и подурачиться в таком возрасте – это огромный плюс. Это надо ещё уметь сделать. Поэтому, мне кажется, что ему комфортнее девушка, которая подхихикнет, когда нужно. Ну, а женщина в таком уже зрелом возрасте, она самая достаточно, она знает, чего она хочет, она знает, как она это хочет. Поэтому, я думаю, что не его вариант, и он это понимал. Ну, об этом и отдел, в самом деле, в чём. Вопрос ещё такой. Многие девушки рассказывают о том, что идут на подобные проекты в поиске любви. Но на деле 95% из них идут на шоу ради пиара, узнаваемости и так далее. Какие мотивы были у вас? Изначально я отвечу так. В любом случае, смешно, каждая понимает, что идёт на проект, её снимают камеры. Каждая. Что её будет смотреть вся Украина. То есть, у каждой, пусть со 100% хоть один, но присутствует, что «А меня покажут по телевизору». Да и у меня такое, да, это может быть там… Хотя этой цели я не преследовала, но я понимала это, что «Меня покажут по телевизору». 100% с отчётом я знала, что какая-то публичность у меня будет. И исключать это, ну, это глупо. Я говорю, да нет, да вы что, господи, я даже об этом не думаю. Каждая об этом думает. А по поводу… А по поводу… Ради чего? Ваши мотивы, ради чего? Ради чего? Мне было очень интересно. Неужели всё вот так вот в жизни, да? Неужели для того, чтобы что-то получить, нужно сделать колоссальные силы вложить в это всё? И мне хотелось почувствовать себя вот, что от меня ничего не требуется. От меня у меня никто не спросит, что у тебя есть, кем ты там работаешь, какая у тебя зарплата, как по жизни, да? Вот ты приходишь на первое свидание и начинается, да? А ты готова, а ты там будешь, а у тебя квартира есть, а машина у тебя есть, а какой маркет? Вот я понимала, что на проекте этого не будет. Буду я, будет человек, который захочет меня узнать или не захочет. И точно так же, да, с моей стороны. Либо захочу, либо не захочу. Меня абсолютно не интересовало, что у него там, ну, по-моему, мои фразы все видели. Каждая ждёт, да, чтобы был и дом, и машина, и квартира, и всё остальное. Вот, поэтому я хотела вот посмотреть, а может быть на проекте по-другому, как правило, у мужчин и женщин складываются отношения. Ну, я поняла, что мужчина-женщина – это диагноз, который что на телевидении, что в жизни одно и то же. Ну, когда Вы шли на проекте, как думали, на каком примерной этапе Вы сможете его покинуть? Об этом даже не думала, вообще не думала. То есть, изначально я себе так думала, ну, пройду первую вечеринку, ну, посмотрим, ну, пообщаемся, да. Ну, когда ты идёшь, ты не знаешь, кто мужчина, как он выглядит, но я говорила всегда так – я до первого поцелуя. В принципе, когда я просмотрела четвёртый эпизод, так и оказалось. Я была до первого поцелуя. Всё, как я запланировала. Всё замечательно. Кстати, а что можете сказать об Анете? Она такая, вроде как, ну, странная, тихая, и тут первый поцелуй на проекте у неё. Да ещё и какой поцелуй? Тихо, мам, и те черти, нет. Я тебе отвечу. А Вы с ней общаетесь сейчас? Конечно. Вопрос такой, что было для Вас самым сложным на проекте? Были ли какие-то бытовые казусы, проблемы? Сказать, что что-то конкретное, оно в совокупности, снежным комом. Тут эти палатки, тут эти погодные условия, тут эта гречка уже седьмой день подряд надоела. Тут эти девочки со стороны, каждый, Господь, со своим характером, со своим каким-то мировоззрением надоело. Тут эти уже свидания, и ты понимаешь, Боже, ну, как-то, ну, дайте мне с ним пообщаться пять минут, ну, не надоели вот эти вот, да, вот как должно быть. Иногда это надоедает, вот что есть всё-таки параметры проекта, да, за которые, рамки проекта, за которые мы не выходим. То есть я не могу в определённый момент прийти и сказать, слушай, давай съездим там, попьём кофе куда-то, наговорим там, бит ли час такой. То есть, вот это немножко усложняет перебывать. Ну, то есть я так понимаю, самое сложное это было пребывание в лесу? Самое сложное, да. Потому что погодные условия, вот это было самое сложное. Было очень холодно. Потом мы действительно, мы на самом деле, мы целую неделю прожили в палатках. Всего того, что я вообще, в принципе, ненавижу такие походы, это некомфортно, никакой гигиены, плюс ещё и холодно. И ладно, если бы, да, мы там сидим такие, через час нам привезли, мы покушали, и спать. А тут съёмки, ветер, тут ещё происходит что-то непонятное постоянно. Ещё ты понимаешь, что, господи, уже обед, а у нас уже гречка закончилась, а те картошку выбросили, и кушать нечего. А те сварили неправильно, что его, ну просто кушать невозможно. И немножко это всё вот, оно выбивает просто себя. Ты же сидишь и думаешь, господи, когда это всё закончится? На самом деле, ну, мужчины не проверяются так же у человека, потому что вы разочаруетесь, на самом деле. Я так понимаю, голову помыть негде было, грязные ногти, грязные, умыться толком негде было, да, потому что холодно? Ну, вы представьте, что в любом случае есть какой-то макияж, да, в любом случае он есть. Умыться негде, а если есть, то это либо важные слофетки, либо ледяная вода. И когда это уже день, два, три, четыре, ты понимаешь, что кожа уже, ну, она не выдерживает, и ты не выдерживаешь, маникюра нет. Господи, этот хвост вечный, и ты понимаешь, что ты вся пропахлась костром, вся полностью, тебя уже раздражает этот запах, этот шум воды, который возле палаток, этот ветер. Ну, полностью, меня, допустим, раздражало все, но все равно я старалась как-то на это не обращать внимания, понимать, что, ну, так, как бы, в жизни разное бывает, а вдруг попала бы я в такие условия, ну, как бы. Ну, скажу, если бы я в жизни попала в такие условия, было бы точно так же, наверное. Но вы до этого не ходили в походы, в походы? Нет, нет, то есть если я еду на море, я еду в комфортабельный отель, отдыхаю, и нормально, то есть для этого люди, как бы, стремятся к чему-то, чтобы отдыхать хорошо. Тут, получается, это проверка, когда ты еще идешь в поход, и с тобой друзья, да, с которыми тебе хочется купить под рутару, подурачиться, рассказать друг другу анекдоты, судить что-то свое, а когда вокруг тебя чужие люди, и тебе вообще с ними неинтересно. Ну, Женя, например, которая тоже такая, можно сказать, неженькая, не любит походное условие, сказала, что после этого, возможно, она все-таки пойдет в поход. Не пойду, не пойду. Нет, ну, может быть, если меня пригласят, вот так вот, знаете, что, Кать, палатка уже стоит, может, мы уже приготовили, мы тебя привезем, ты подышишь свежий воздух, я люблю шашлыки, я люблю природу, но всему же есть какой-то предел, но не семь дней, пусть это будет два, три, четыре, но когда это уже целая неделя, и целую неделю, как не дождь, то ветер, то еще что-то, не проблеска солнца, ты понимаешь, что нет, не хочу, и больше в тот момент я думала, что вообще никогда в жизни никогда больше не попаду в такие условия, и не создам их себе, а кто меня создает, возненавижу. Ну, всякая была, может быть, мы еще к этому передаем. Ясно, спасибо за ответы, завершающее слово, возможно, некоторые советы для девушек, которые будут сейчас проходить кастинги на следующий сезон. Девочки, которые хотят попасть на проект «Властяк», ничего не бойтесь, это немаловажный шаг в вашей жизни, я думаю, что все трудности преодолимы, и все у вас получится. Будьте уверены в себе, будьте любимы, всем желаю счастья. Спасибо. Спасибо.